Библейский портал экзегет.ру представляет 51-й псалом для библейского портала «Экзегет» считаю перевод российского библейского общества. Этот псалом носит надписание. Необычный псалом 50-й точно так же был устроен. В нем есть указание на конкретную историю, которую мы хорошо знаем. Начальнику хора «Песня искусная». Ну вот, «Песня искусная» — это один из жанров. Условный перевод «Песня искусная». Начальник хора у нас все время тут упоминается. Уже, в общем, внимания не обращаем, потому что это некая разновидность исполнения. Мы не знаем, какая. А вот дальше описание ситуации. Сложено Давидом после того, как до Эгазедома пришел и донес Саул. Давид пришел к Химелаху. Но не просто донес, ладно, выдал место расположения. Напомню историю, она описана в книгах царств. Давид бегает у царя Саула, который хочет его убить. На самом деле Давид уже помазан в цари, Саул уже отвергнут Богом. Но фактически власть еще на стороне Саула. В какой-то момент Давид приходит к священнику Химелаху, берет у него пропитание. И, соответственно, получается, что священник помог Давиду. Есть недоброжелатель Дуэг, который доносит царю Саулу о том, что вот этот священник Давиду помог. И Саул отправляет того же самого иноплеменника Дуэга убить, собственно, ни одного только этого священника, но весь его род. Вот это не только такое, знаете, донесение о передвижении, но это настоящая карательная экспедиция, которая к тому же связана с убийством священника. И мы понимаем, что это, ну, всякий человек грешит периодически, да, но это целенаправленное, осознанное попрание вот всех прав и, собственно, всех законов, да. Вот пойти и перебить священников рядом с храмом. Пятидесятый Псалом был покаянным. Пятидесятый Псалом был из уст человека, который сознает свой грех. И этим человеком был Давид после того, как он, соответственно, владел Версавией чужой женой и мужа, которую он, к тому же, отправил на верную смерть. И вот этот Псалом понимается как урок молитвы. Пятьдесят первый предназначен для людей, которые совершенно не собираются этот урок брать, у которых и так все хорошо. Что ты хвалишься злым делом, храбрец, верность Божья не знает конца. Твой язык преступления замыслил, он коварен, как отточенный нож. Тебе зло милее добра, тебе ложь милее, чем правда. Милы тебе речи, несущие гибель, мил коварный язык. Но Бог навеки тебя уничтожит, вырвет, выбросит тебя из шатра твоего и корень твой из земли живых. Музыка. Увидят праведники, охватят их страх пред Богом. А над тобой они посмеются и скажут. Вот, он не Бога считал своим прибежищем, он на богатство свое надеялся, богател за счет преступлений. А я в храме Божьем, как зеленеющая олива, на милость Божию я надеюсь во веки веков. Вечно славлю тебя за то, что ты сделал, уповаю на имя твое. Оно благо для тех, кто верен тебе. Вот смотрите, интересно, что здесь именно о языке говорится. Твой язык преступления замыслил. Дуэг еще не убил священника. Это только следствие его доноса. И получается, что, собственно говоря, язык, он бежит всегда впереди рук и ног. Потому что языком-то мы все можем сказать. Руками и ногами надо еще дойти и сделать. А вот сказать можно все. И в этом смысле это всего лишь слова, да, мы часто говорим. Но в этом смысле слова бывают страшнее действия. Потому что действие еще хоть чем-то ограничено. Слова человек любые может произнести. И смотрите, вот пламенный призыв не к покаянию. Не говорится покайся и так далее. Пламенный призыв просто скорее к тому, чтобы человек увидел разницу между собой и тем, кто с Богом. Да? Тебе зло милее добра, тебе ложь милее, чем правда. Но Бог навеки тебя уничтожит. Вырвет, выбросит из шатра твоего. Увидят праведники, охватят их страх пред Богом. И над тобой они посмеются и скажут. Просто такое пророчество. Вот не говорится покайся, Дуэг. Смирись. Произнеси там какую-то молитву перед Богом. Попроси у него прощения. С чего это? Он посмеется над таким предложением, да? Но, как и любой человек, он хочет жить. Он хочет оставить потомство. Он хочет, чтобы у него все было хорошо. И псалмопеец просто ему говорит, а вот этого у тебя не будет. И это, если хотите, такое проклятие вдогонку. Человек может одуматься, может передумать, может действительно прийти к какому-то покаянию. Но это уже будет его выбор. И одновременно он предлагает себя как образец. А я в храме Божьем, как зеленеющие оливы. На милость Божью я надеюсь во веки веков. Интересно, ведь он не говорит здесь, а я удалец, храбрец, молодец. Хотя есть псалмы, где это будет. Скорее даже были псалмы, где это было. Он всего лишь говорит о том, что милость Божья, то, что дает ему надежду, то, что дает ему силу, то, чем он живет. И вот этот призыв к покаянию, с другой стороны, который заключается в том, что вот посмотри, как мы живем. Может быть, самый действенный призыв к покаянию. Посмотри, что мы с Богом, и нам с Ним хорошо. А тебе без Него хорошо не будет. И это, может быть, самый первый шаг, самые первые слова, которые можно в этих случаях сказать. Но слишком много таких людей. Слишком тяжело удается им что-то объяснить. И слишком редко. Вот об этом будет печаль псалмопевца в следующем, 52-м. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.